здравствуйте как у тебя дела у меня хорошо я тут капусточку высажу смотри сижу на горе с соломой и торчит оттуда вот такая кальраби я еще в своей жизни кстати кальраби никогда не садил вот это впервые что я тебе хотел сказать то вот спрашивает лёха ты не хочешь книгу мне написать и вообще ну как сказать я как писать не умею я ты же заметил как я говорю я ж так и пишу ну не очень не грамм но когда-нибудь я думаю я по умнею и может быть книгу напишу а потом я думаю понимаешь ты тут нового ничего не напишешь вот все что о чем ты думаешь уже все было я вот даже даже вот недавно сидел я размышлял в устройстве общества о том куда должно двигаться к чему эволюционировать пришел к такому выводу что все-таки люди не должны жить семьями по парам что должно быть полигамное полиаморное общество дети общее вот так вот я думал что это короче я такой первый единственный неповторимый к такому выводу пришел короче делюсь а потом знакомый пришел она говорит ну что ты девушку нашел себе это подожди ты говори со своей девушкой у меня говорю вообще планы съехали в другую сторону я хочу тут из этих семи миллиардов раз тормошить ну не знаю пару тысяч может десяток тысяч человек построить какой-нибудь свой город свое общество где будут править совсем иные представления альтернативную реальность в общем ну короче не но я шучу то это как нет ну как шучу так я и сказал но вообще смысл того что я вижу вот отношения на это ничего нового говорит он почитай проект про общины оша оказывается видишь все уже было до меня придумано еще ничего нового потом думаю написать книгу назвать им можно так самоисполняющиеся пророчества а потом вспоминаю ну просто у меня же есть до определенное представление в какую сторону улетит человечество в ближайшее время а потом вспомнил что у меня есть в загрузках я как-то скачал книгу но что-то мне так руки не дошли почитать тимоти лири история будущего думаю может вначале ее надо прочитать потому что окажется что там все мои мысли уже в этой книге находятся как ты думаешь поэтому такая вот беда беда ничего нового ничего нового все все уже было на новое может хватить это только знаешь но больше фантазии не хватает и вот знаешь я тут пока в огороде еще сегодня копался не понятно тоже опять-таки ничего нового для меня это просто чуть-чуть поздно дошло тысяч не это родители в детстве рассказали а еще лучше у меня кстати наша вообще тема по поводу все я считаю так детей надо воспитывать таким образом чтобы они не самостоятельным были то мне 18 20 лет а ну вообще чтобы они самостоятельные сразу были ходить научились ты сразу какие нахрен могут быть эти маши и медведи вообще прикалываешься потом говорят у меня дочка похожа на машеньку так правильно она машеньку смотрит и копирует давай мы сделаем для наших детей специальный мультик где будут маленькие гении которые в пятилетнем возрасте играют на инструментах ходят на пальцах на руках садятся на шпагат делают сальто знают десять языков программирования это и будем показывать детям такие мультики пускай они лучше зачем они копируют эту машеньку я не могу понять так вот да я думаю что мы должны наши детей как-то быстро приводить в чувство а не то что прикинь в 29 лет чудака дуплился 29 лет он знаю что понял я всю жизнь устраивал как я думал сейчас я где-нибудь быстренько бабосов сорву может где-нибудь какую-нибудь сделочку проверну еще что-то потом все эти деньги вложу ну как все мы до этим страдаем ну короче хотел быстро миллионером стать а потом то до меня вот что дошло что уровень твоего достатка стоящим зависит от уровня твоей я не знаю роста личности и и рост это как вот как пирамиду ты строишь понимаешь что ты закладываешь первый уровень ты проделываешь титаническую работу а результата почти не видно потом второй как шутку здесь пирамида огромная а тут такая маленькая полоска и никто не видит а время уходит но потом второй уровень третий но чем дальше тем все таки становится лучше легче 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 и когда к примеру ну там я не знаю тебя там смотря с какой скоростью ты будешь эти уровни выкладывать главное правильно свой маршрут проложить в этой жизни это и там глядишь уже там ну к примеру если ты в 10 лет раздуплишься к 30 там к 20 если в 30 то к 40 можно раз и ты уже на вершине пирамиды которую сам построил вот и чем дальше вы говорите просто с каждым днем с каждым годом своей жизни надо повышать свою ценность а чем я прозанимался то одно то второе не ну с другой стороны видишь я не жалею потому что все эти ошибки в конечном итоге куда-то привели а не сделаешь ошибок как говорят не ошибается ли что ничего не делать со временем приходишь вот со временем доходит такая мысль что все ошибки все глупости которые были сделаны все без исключения были сделаны не зря убери любой элемент любую какую-то вещь которую бы ты не сделал какое-то общение может быть с конкретным человеком какая-то встреча и ты бы не оказался там где ты оказался большинство людей тратят жизнь наша то что сегодня какую-нибудь фигню купить шмотку до бесконечности или машину а потом тебе 60 лет дураку твой ресурс исчерпан и тебе на пенсию пора идти ты ничего не создал ты уже не востребован тебя система выжала как помидор и все так что как бы не оказаться на месте вот этого выжатого помидора или кого-то не проглупить своей жизни вообще все равно это все не важно так это тоже опять же тимати лири жизнь это великий смешной танец и нам всем здорово повезло что мы здесь все занятия человека это не что иное как развлекательное кино в этом мире все не так серьезно и не так важно как это кажется мы все участвуем в огромном шоу и я искренне желаю всем вам принять днем участия